Добрый день, уважаемые наши зрители! Добро пожаловать в Казанский федеральный университет. У нас очередная серия проекта КФУ Live, и сегодня она необычная. В гостях у нас секретарь приемной комиссии Александр Бибик, а также наши известные выпускники, а именно Булат Ханов, писатель, лауреат премии лицеи «Звездный билет», также Регина Фасьеева, основательница СММ-агентства «Фрэдженси», и Айнур Е. Лилов, управляющий партнером юридической фирмы Е. Лилов и партнеры. Сегодня мы поговорим не только о том, как поступать в Казанский федеральный университет, а как еще состояться по ходу обучения в нем, а также уже после его завершения, куда идут выпускники. Я думаю, что этот вопрос не только перед студентами, которые учатся на третьем, на четвертом курсе стоит, но еще и перед самими абитуриентами, потому что именно сейчас им предстоит решить, собственно, с какой профессией связать всю свою жизнь. Александр Анатольевич, мы начнем, наверное, с вас. Вот эти базовые вопросы каждый раз нам поступают в социальных сетях. Все-таки, куда и как правильно подавать документы, и где можно увидеть проходные баллы? Вот два топовых вопроса. Ну, в целом, в рамках приемной кампании этого года можно обозначить три основных метода подачи документов. Это через систему ВУЗа, через социальную сеть «Буду студентом», это через портал государственных услуг, через сервис «Поступи ВУЗ онлайн». Также действует очный прием. Если абитуриент придет на территорию приемной комиссии Казанского федерального университета, то документы у него будут приняты. Но, так как мы ежегодно модернизируем свои процессы, приемные механизмы, стараясь улучшить их и сделать более комфортными для абитуриентов, вся регистрация и весь документооборот в целом пройдет также через систему ВУЗа. Не нужно будет распечатывать какие-то документы, подписывать их вживую. Все происходит через нашу систему при использовании цифровой подписи, которая генерируется именно в рамках нашей системы. Ну и все менее популярный способ подачи документов – это также через почтового оператора. То есть это четыре основных способа на этот год. Ну вот вы сейчас перечислили в основном дистанционные методы подачи. И, собственно, они сейчас пользуются популярностью. Благо у нас задействованный портал госуслуг. А вот у наших гостей я хотел спросить и вспомнить, потому что когда я поступал, это точно, мы приходили, приезжали точнее в Казань, потом шли в приемную комиссию. Помню эти очереди, толпы людей. Может, вы вспомните, как у вас этот процесс проходил? Или, может быть, действительно через почту вы подавали документы? Регина, предлагаю начать с вас. Это был 2010 год. Я поступала в 2010-м. И способы традиционные. Мы просто приехали и просто подали документы. Ничего особенного. Единственное, я просто путалась в университетах. Я хотела в разные. И подалась сюда. В итоге принесла все оригиналы документов на пиар. То есть, в целом, я и отучилась в итоге на пиаре. И принесла все документы, то, что да, после вот этого долгого выбора. А все-таки почему остановились на Казанском федеральном университете? А на пиару тогда учили только в КАИ и КФУ. И, во-первых, в КАИ нужно было сдавать историю, которую я не сдавала. А, во-вторых, КФУ просто для меня звучало престижнее. Вот тогда, на самом деле, в 16 лет казалось, что это единственные доводы в пользу университета. Понятно. Айнур, как вы поступали? Я поступил в 2007 году. И, как уже обозначил предыдущий спикер, также традиционным способом. Вместе с отцом, со стопкой бумаг, простоять в очереди. Это волнительный, в самом деле, момент, наверное, один из самых волнительных для молодого человека. Я родился и вырос в небольшой деревне на границе с Башкирией. И для нас, для сельских жителей, бренд университета – это уже что-то такое масштабное, глобальное. И поэтому здесь учились у меня сестры, только в факультете журналистики. И я подал документы на юридический факультет и вновь образованный факультет философии. К сожалению или к счастью, философию я не прошел, а юридический факультет принял меня. И вот так началась моя история в рамках юридического факультета Казанского университета. Влад, у вас хотелось спросить, было ли волнение или, может быть, были уверены в своих силах? Да, сейчас принесу документы, положу и как бы все нормально будет, летом мы отдыхаем. Или какие-то чувства другие были? Я замечаю, что современные абитуриенты, они более невротизированные. У меня не было безлимитного интернета, у меня не было такого большого количества, может быть, предварительных размышлений. В 2008 году я поступал. Я был уверен, что я поступаю в Казанский университет, принес вдвойку документы и подал на три факультета. Именно юридический, на филологический и факультет журналистки и социологии. Прошел на филологический, даже потом не стал узнавать, куда нужно идти. Я вообще целенаправленно поступал на гуманитарное направление и вот такое ощущение, что жизнь закончится, если я не поступлю, не было. Наверное, это правильный настрой, все-таки, о том, что поступить. Тем более сейчас столько способов и, в принципе, ЕГЭ действует, Александр Анатольевич. Сколько я сейчас? Три года, пять лет БАО ЕГЭ? ЕГЭ четыре года. Четыре года, тем более. Александр Анатольевич, хотел вас следующим спросить. Вот много вопросов, связанных с трудоустройством после КФУ. Как вообще это происходит? Потому что понятно, что есть центр карьеры и так далее. Но, к сожалению, еще не все об этом знают, но, тем не менее, вот как раз с чего мы начали сегодняшний разговор, да, куда идти после института, вопрос встает, когда ты выходишь со школы, потому что со школы ты знаешь, куда ты пойдешь. Ты пойдешь в университет, ну, или, может быть, в колледж, а вот дальше вопросы, и, наверное, университет должен заниматься этим. Ну, в целом, я, наверное, начну больше издалека, потому что сейчас, насколько изменилось время, и, в целом, насколько оно ускорилось, наверное, ну, не стоит обсуждать, не стоит говорить. И современному абитуриенту, ну, так называемому хорошему абитуриенту, который уже готов к поступлению и выбирает в поступлении только одно направление, и выбрав свой дальнейший профессиональный путь развития, он знает, к чему стремиться, знает, к какой профессии идти, здесь, наверное, рекомендовать по трудоустройству, либо говорить о его дальнейшем трудоустройстве не стоит, потому что вот целеустремленные ребята, которые начинают вот свой профессиональный путь с пятого класса, участвуя в определенных профильных олимпиадах, участвуя в рамках малого университета, общаясь, уже знакомясь с университетом, грубо говоря, со школьной скамьи, проходящие какие-то уже профильные олимпиады в более старшем возрасте, те олимпиады, которые дают поступление без вступительных испытаний, либо какие-то льготы при поступлении в рамках доначисления, до наивысшего балла, проходящих обучение в ВУЗе, общаясь с профессорско-преподавательским составом, можно сказать так, вписываясь в разные проекты, возможно, участвуя в какой-то публикационной деятельности. И вот эти ребята, которые уже знают, к чему идут, они начинают работать уже со второго курса, некоторые даже с первого. Здесь понятно, что больше такое смещение идет в IT-специальности, то, что ребята-программисты уже начинают работать даже до ВУЗа, еще до поступления в одиннадцатом классе, уже зарабатывают какие-то существенные деньги. Ну, а в целом, я хочу сказать, то, что вопрос трудоустройства и вопрос обучения Казанского федерального университета, он неразделим. Всегда присутствует база практик, всегда присутствует школа наставничества, школа общения с преподавателем. И абитуриент, в зависимости от того, как он будет себя проявлять в рамках обучения, ну, собственно, таким студентом, вернее, и уже выпускником выйдет из стен ВУЗа, и именно то место в рамках своей профессиональной трудовой деятельности уже и займет. Поэтому ВУЗ дает все механизмы, все шансы и все возможности. Осталось только ими воспользоваться. Как раз о возможностях и о том, как ими воспользоваться наши гости. Вот во время обучения на каком курсе? Я уверен, что вы работали уже во время студенчества. Не знаю, может быть, меня сейчас поправите, и я останусь немного в дураках, но почему-то я уверен в этом. Вот, Айнор, с вас, наверное, начнем. Вот как начинали работать? Нет, вы здесь либо угадали, либо где-то посмотрели, но действительно я начал работать с первого курса. Даже на 3 или 4 дня пораньше, чем начал учиться. Я с детства мечтал стать юристом. Это была моя голубая мечта, которая, к счастью, реализовалась. Я действительно тоже участвовал во многих олимпиадах по обществу о знаниях, истории. Участвовал в школьных конференциях Лобачевского. Тоже занимал хорошие, достойные места. И для меня после прочтения «Харпер и Ли. Убить пересмешника» вот этот образ Атикуса Филчи, великого адвоката, мудрого, честного, порядочного, смелого человека, я всю жизнь пытался воссоздать этот образ себе. И как только получилась возможность устроиться стажером в крупную юридическую фирму, я сразу же пошел туда. Конечно, никакой зарплаты не было. Учебе это мешало, объективно, поскольку как раз наше поколение это было экспериментальное поколение, потому что на нас экспериментировали ЕГЭ, потом на нас экспериментировали баллонскую систему. И поэтому ты мог отвечать на экзаменах, на зачетах просто на очень хорошие баллы, но посещение страдало, поскольку объективно работа в этой части мешает. Но, с другой стороны, это позволяет тебе сразу же понимать в процессе обучения, к чему стремиться, поскольку есть уже запрос по практическим навыкам, каким-то знаниям, которые требуются в практической плоскости, и ты целенаправленно их добираешь в рамках академических знаний. Поэтому это, безусловно, приветствуется. Я сам сегодня, как работодатель, не рассматриваю студентов, которые не работали хотя бы с третьего курса, поскольку без должной практической подготовки эти специалисты не конкурентоспособны. Поэтому в этой части и мы всегда с университетом поддерживаем связь. Я, как председатель ассоциации выпускников юридического факультета, постоянно лоббирую именно это направление. С этого года я и моя команда начал вести курс профессиональный дополнительного образования в рамках юридического факультета. Мы обучаем студентов именно практическим навыкам. Это, мне кажется, очень важно. Регина, вот у вас наши не выпускники, а студенты, просите ли на работу, может быть, или приходят? И когда вы начали свою трудовую деятельность? Во-первых, я поняла, что на первый вопрос не очень понятно ответила. Понятно, что я помимо пиара выбирала среди других специальностей, и это был журфак и филфак. И у меня была логика, например, что на журфаке, чтобы ужиться, нужно быть очень проворным, либо писать про еду. Либо пишешь про еду и получаешь мало, либо ты очень хитрый, интересуешься тем, что тебя может не интересовать, получаешь много и рискуешь. Мне это не нравилось. А филфак – это здорово, переводить в словари, мне казалось романтично. Но я понимала, что я не выживу, если буду на такой работе работать. А пиар мне казался уместным на тот момент. Мне казалось, что у меня творческая голова, плюс я так склонна к филфаку, как будто все это вместе смешано. И еще с 14 лет я работала в рекламном агентстве, раздавала листовки, потом была куратором, для МВидео курировала промо-акции. Я считала, что это прямое отношение к пиару имеет. К сожалению, нет. Нет, это реклама. Потом мы это все уже узнали в университете. Но факт в том, что мысль, почему пиар, в том числе зародилась вот там, в рекламном агентстве. Потом я еще поступила на первый курс, и агентство, на которое я из своего города Альмейска работала, оно было представлено здесь. Я была уверена, что они меня тут так будут ждать, меня устроят сразу же. Им сразу же стало на меня напревать, как только я приехала. Я думаю, здесь своих людей полно. Первый, второй курс. Я тщетно искала работу, тщетно, бесполезно, в общем, искала работу. К третьему курсу я нашла вакансию интернет-маркетолог-пиар-специалист. При этом до этого, куда я только не подавалась, мне все писали, что у вас нет опыта, у вас нет ничего, не приходите. А тут меня взяли, сказали, давайте попробуем. У меня было собеседование. Это было диджитал-агентство, в котором я проработала два года. До сих пор им благодарна. Они теперь переродились в крупную эти-компанию. Я их очень поддерживаю. В общем, с тех пор и по сей день у меня не было дня без работы. То есть это было где-то 28 августа 2012. Вот, сейчас 23 год. И я не поменяла специальность, не поменяла направление. Также интересуюсь тем же самым. Просто это был диджитал, это направление в маркетинге более общее. А то, чем я теперь занимаюсь и наше агентство занимается, это СММ. А то, что вы говорили, работают ли у нас, хотят ли к нам работать, приходить. Мы активно взаимодействуем с кафедрой, которую я окончила. Директор нашего агентства, я основатель, у нас есть директор. Он тоже выпускник нашей кафедры. И суммарно, по-моему, 17 человек имеют отношение к кафедре, которую я окончила. А нас всего 30. Вот. И я считаю, конечно, что это огромный вклад университета. И, в принципе, забегая вперед, все, что я делаю, делала, имеет прямое отношение к моему образованию. И вклад в альма-матер очень велик. Максимально велик, я бы сказала. Так нас Регина подвела. Булат, хотел у вас спросить. Вот эти самые... Потому что сейчас ожидания у некоторых молодых людей, у девушек, выпускников со школы. Ну вот, сейчас приду в университет, и другая жизнь начнется. И работа будет, все нормально будет. А по ходу того, как ты взрослеешь, как ты все больше взаимодействуешь не только со своими учителями и друзьями, а здесь еще оказывается очень много других людей. И не только работодатели. Вот. И в какой-то момент твои ожидания не совпадают с реальностью. Это нужно терпеть и развиваться. Вот как коллеги рассказывали, бесплатно работать, да, или там выбирать, смотреть на еду или кушать ее. Тоже такой вопрос. Вот. Как бы вы тут посоветовали, да, вот как грамотно идти к цели, чтобы в какой-то момент не опустить руки? Ну, я, наверное, сейчас возражу предыдущим спикерам, тем более уничижительное высказывание о филфаке, что не выживет человек. Я преподаю АСК, это международная школа Казани, зарабатываю хорошо. И, ну, в общем-то, зримое доказательство, что филологическое образование даже при профильной работе может приносить хороший доход. Плюс у меня есть репетиторство, база из учеников. Вот я во время учебы, скажу так, не работал. Я получал оксуровскую стипендию, повышенную стипендию, этого мне хватало. И я думаю, что вот в... Конечно, в той системе координат, когда, да, человек думает, я сейчас поработаю бесплатно, унижусь, да, не знаю, перед работодателем, да, позволю ему на мне нажиться, но потом я получу опыт и потом как-то его конвертирую, она заранее ущербная. Потому что студент должен учиться, и студент должен развивать сеть контактов, да, студент должен жить сейчас. Потому что все-таки есть два таких периода, когда человек относительно свободен. Относительно свободен это студенчество и пенсия, да. Ну а на пенсии ты уже, в общем-то, дед или бабка, и не можешь обладать такой мобильностью, как студент, и поэтому надо жить, пока ты студент. Но при этом надо учиться, надо интересоваться разными знаниями. И Казанский университет, вот я благодарен этому, дал мне, ну не просто какие-то знания, да, навыки, а научил меня учиться дополнительно. И сейчас я могу открыть поисковик и достать оттуда все, что мне нужно, благодаря университетскому образованию. Вот я писатель, я преподаватель, я репетитор. И вот я все-таки думаю, что студентам надо рисковать и вкладываться не в материальную, да, составляющую, а в составляющую интеллектуальную. И в университетские годы формировать свои ценности, привычки, принципы, вот если это возможно. Вот может быть это не универсальный совет. Ну вот, кстати, заканчивая эту часть диалога, да, про вклад в нематериальность, наверное, получение опыта у работодателя за то, что тебе просто дают возможность поработать, это тоже про вклад в нематериальность. Ага, и заработать, отчудить 100% прибавочной стоимости. Ну это уже просто работать. Ну это так, и реальность капитализма. А можно вмешаться? Да, конечно. Во-первых, про возможность поработать. Мне кажется, там риск в том, что ты как молодой специалист, ну то есть я вот в свое время пришла, сказала, буду работать бесплатно, мне сказали, мы тут платим, будешь просто соответствовать нашим стандартам. Риск в том, что ты можешь что-то натворить, что потом аукнется работодателю. Вот в чем, мне кажется, плата. И хочу извиниться, я не имела в виду, что филфак сам по себе плох, что он для меня неуместен был, потому что моих навыков, ни для филфака, ни для филфака, они не подходили. Вот я про что. Понятно, что я ни другой факультет пришла поругать. Ну вот, Александр Анатольевич, заговорили про стипендии, про возможности для студентов с работой, да, разобрались, кто хочет, тот, наверное, идет и находит себе работу или возможности для контактов с работодателями. А вот ребята, которые, все равно студенты тоже делятся на категорию, кто-то больше работает в науке, кто-то больше учится и уже социальный капитал в рамках университета нарабатывает, кто-то идет на работу. А вот ребята, которые говорят, я пойду работать в свое время, я пока хочу учиться и взять все от университета. Что дает университет? Что это все? Стипендии, может быть, возможности ражировки? Две капли добавлю к предыдущему диалогу по поводу работы на стороне и работы в рамках университета. Здесь же, наверное, мой посыл был в целом про работу студента в целом, как в академическом сообществе и в академической среде, так же, как вы уже обозначили, вы получали свою стипендию оксфордскую, вы получали ее, наверное, тоже не просто так, вы работали для того, чтобы соответствовать тому уровню, для того, чтобы получить эту стипендию. У вас были, скорее всего, какие-то публикации, вы, скорее всего, участвовали в каких-то конкурсах, это тоже вид работы. В рамках абитуриентства и в рамках поступления на первый курс Казанский федеральный университет в целом предоставляет широкий спектр возможностей для ребят, для талантливых ребят. Как я уже сказал, у нас есть, вернее, не говорил, пока еще, да, у нас есть стипендия 100-бальник, ребята, которые имеют 100 баллов при поступлении по ЕГЭ, и они этот ЕГЭ используют для поступления, то есть он вписан в рамках направления для поступления. Они получают разовую стипендию от ректора 80 тысяч, и ребята, которые проходят по конкурсу без вступительных испытаний, это в основном победители Всероссийской олимпиады школьников, либо победители перечневых олимпиад, они получают 100 тысяч при зачислении, то есть в течение первого месяца, как только они получают свою студенческую карту расчетную для получения стипендии, они получают вот эту стипендию ректора. Ну и, соответственно, студенты получают стипендию, стандартную стипендию, которая исторически, наверное, сложилась, она невелика, но тем не менее. И уже в первый месяц своего обучения они могут претендовать на разные гранты, участвовать в разных конкурсах, которые дают возможность получать повышенную стипендию, либо стипендию от какого-то учредителя, как уже коллега обозначил. Но для этого требуется работать, показывать себя уже до поступления, во время поступления, на первом курсе, участвовать, как и говорили, в каких-то проектах, активничать. То есть в этом плане так. Ну, я, наверное, свою историю такой ремаркой добавлю. Например, на бакалавриате я учился на контракте, потому что не было бюджетных мест просто на журфаке на тот момент. И как решился этот вопрос? Четыре года обучился на бакалавриате, затем поступил в магистратуру на бюджет, получал повышенную государственную академическую стипендию. И, собственно, за два года обучения удалось отбить все то, что было вложено моими родителями в меня во время обучения на бакалавриате. Абуат, хотел вас спросить, каким у вас было студенчество? Вот вы, как мы уже отмечали, да, были публикации, очень много учились. То есть, кроме образовательной деятельности, чем еще занимались во время студенчества или времени настолько нет уже? Ну, я все-таки учился не на медика, не на биолога. У меня было время, как у гуманитария. Я пробовал писать художественные тексты, первые свои опыты, какие-то базовые ошибки, которые необходимо совершить, через которых нужно перешагнуть. Я совершил тогда. Да, я не знаю, вот разные формы досуга, они могут быть и как в университете, да, организации каких-то, например, выступлений литераторских, да, и участие. Казалось бы, это не вписано в программу, но это параллельно идет. Участие в филологической газете, миф у нас была, выходила на филологическом факультете. Плюс вот сама атмосфера, я не знаю, сейчас есть такая практика или нет, но вот в библиотеке Лобачевского мы иногда после факультета собирались, приходили, там, выписывали книги, конспектировали. Это, я считаю, что больше форма досуга, потому что есть возможность обсудить какие-то идеи, какие-то соображения с другими студентами, встретиться со студентами других факультетов. Это бесценно, потому что сегодня, вот если брать уже среду рабочую, среду профессиональную, там человек более отчужден. После работы он не пойдет в библиотеку, да, не будет повышать свои знания, свои квалификации таким образом. То есть вот такой вот досуг, вроде бы как он связан со своей деятельностью, но в то же время это необходимая прибавка для того, чтобы человек вырос как личность, вырос над собой. Айнур, у вас как, оставалось ли время на досуг, учитывая, что вы с первого курса уже начали свою трудовую деятельность? Да, мне кажется, в студентские годы можно успеть все, поскольку там быстро восстанавливаешься, можно мало есть, мало спать. Досуг, конечно, у нас был активный, поскольку сам факультет, он в этом плане довольно-таки активный. Студентское братство, студентская дружба, это, мне кажется, основа просто роста и развития личности в этот период. Все мои студентские друзья, студентские коллеги, преподаватели, я со всеми поддерживаю связь и на сегодняшний день. И мы вспоминаем все наши, ну, можно сказать, дурачества, все наши походы, все наши конференции, все наши кружки. Я сам был старостой кружка. У нас очень активное студентское научное общество, студентский студсовет, и поэтому мы практически ничего не выпускали, где могли быть задействованы, где могли быть полезны для университета, для самих себя. Мы практически везде участвовали, и этот период жизни, он остался ярким воспоминанием. И на сегодняшний день мы продолжаем практически ту же самую деятельность уже в рамках объединения выпускников. Мы проводим велопробеги, мы организовываем закрытые кинопоказы, закрытые интеллектуальные игры. Поэтому те самые навыки, которые мы приобрели в студентские годы, вот этих социальных коммуникаций, выстраивания каких-либо там взаимоотношений структурных, мы практически тем же самым занимаемся. По-моему, у нас в студенте сегодня заканчивалось. Спасибо. Легина, хотел вас спросить именно про построение коммуникации во время студенчества, потому что, ну вот, например, люди едут, не знаю, с Екатеринбурга, с Кирова сюда одни. Ладно, хорошо, когда ты с одноклассниками в один город поступил, и у тебя есть какие-то друзья, с кем ты можешь увидеться и так далее. Есть ли шанс потеряться или все-таки вот друг друга студенты поддерживают и не стоит этого бояться? Я думаю, что студенчество – это лучшее время, чтобы с кем-то познакомиться, найти круг общения. И это самый, мне кажется, естественный, что ли, способ узнать людей. В студенчестве все, мне кажется, равны. Вот я помню, что родители переживали, а вдруг там твои одногруппники или в общежитии соседи, вдруг они себя комфортнее чувствуют. Я говорю, мы все тут одинаково себя чувствуем. Мы студенты, мы проедаем все, что у нас есть. Мы умеем, не знаю, не дожить до конца месяца с теми деньгами, какие у нас есть. И за тебя в автобусе кто-то платит, там, 30-го числа. Ты умеешь договариваться, ты умеешь потом в ответ поддержать этого человека. И, конечно, во-первых, эта дружба важнее, чем, например, то, как сейчас это происходит, когда ты взрослый. И, во-вторых, это надолго. И, в-третьих, не стыдно в этот момент быть каким-то слабым. Ты маленький еще, тебе там 16, ну вот 17 мне исполнилось, когда мы поступили. И я считаю, что в этот момент, я считаю больше своим родным городом уже Казань, чем Альмитинск, потому что одно дело в школе поучиться, там, конечно, тоже хорошие друзья. Но другое дело, это в университете вместе и к экзаменам готовиться. И жить в общежитии, я считаю, что это то, что вообще важно пережить. И вот этот момент, когда ты уехал из маленького города в более большой, или, по крайней мере, в более значимый для тебя, думаю, что это и рост для человека, и люди, которых ты встретил, они все сыграют большую роль. То есть не столько даже в профессии, сколько в жизни, как люди, с которыми вместе что-то пережили. И наоборот, чем дальше ты от своего города уедешь, мне кажется, или, по крайней мере, не останешься там, где ты есть, тем лучше, потому что в своем городе понятно, что легче познакомиться с кем-то и вспомнить, что все в одной школе были. А чем дальше, тем лучше. Я считаю, что самое лучшее время, чтобы поехать в другой город. Понятно. Александр Анатольевич, про экзамены речь зашла. Да, да, у нас, когда стартует активная часть приемной кампании, понятно, что все это началось уже, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь, но активная часть мы ждем на плаву абитуриентов именно летом. Давайте про сроки и про вступительные экзамены. Вы правильно сказали, что приемная кампания уже идет. С 1 марта мы принимаем документы, в том числе и у граждан Российской Федерации, поступающих на направление магистратуры. Сегодня первый день, когда началась серия майских вступительных испытаний по направлению магистратуры для граждан Российской Федерации и для иностранных граждан, традиционно, как всегда. Все верно. Основной наплыв, можно сказать, абитуриентов, основной поток абитуриентов – это летний период. С 20-го числа приемные комиссии, компании по всей России распахнут свои двери с 20-го июня и начнут работать уже в штатном, в таком большом режиме. Будет работать техническая комиссия, будут работать большие колл-центры. И абитуриенты смогут подать документы. Те, кто должен проходить процедуру вступительных испытаний, должны будут подать документы до 15-го июля, для того, чтобы попасть уже в летнюю серию. То есть, с 15-го июля начнется серия вступительных испытаний для поступающих по общему конкурсу на направлении бакалавриата специалитета. И приблизительно в те же сроки пройдут экзамены и для магистратуры, ну, для поступающих на направлении магистратуры. Влад, помните, как сдавали экзамены? Как готовились, может, были какие-то хитрости? ЕГЭ сдавал просто, там действовала в 2008 году система, плюс один балл. То есть, если ты сдаешь экзамен на два, ты все равно получаешь три. Почему я это говорю? Я математику вообще забросил, не готовился. По русскому языку у меня получилось подготовиться без репетиторов, по русскому, по истории, по обществознанию. И потом уже в университете был вступительный экзамен, сочинение. Конечно, оглядываясь в то время, я понимаю, что я написал бы лучше сейчас, намного лучше, и какие-то там ошибки были. Но, несмотря на это, я поступил на бюджет. Но у меня не было вообще сомнений, что я в университет поступлю, если не на филфакт, то на уже факт, социологию, как минимум. И ощущение, что это какой-то рубеж в жизни, за которым пропасть вероятная, у меня не было. Наверное, это хорошее такое страховочное ощущение, потому что я вижу, как готовятся сегодняшние ученики, и сам их готовлю. Они могут за неделю решать десятки вариантов, они могут, ну, не знаю, комнату свою превратить в штаб. Вот как вот у детективных фильмов висят на досках, да, там всякие схемы, всякие данные, вот у них тоже висит, 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 висит. И они начинают путаться, и в итоге они сдают хуже, чем могут. Вот я всячески от этого отговариваю. Ну, не говорю, что забейте, все будет хорошо. К тому, что перегружать себя сверх меры не получится. Вы покажете именно тот результат, на который вы готовы реально, не выше. А можете написать хуже, если перенервничаете. Айнур, может быть, у вас есть какие-то советы по сдаче экзаменов? Понятно, что вот в студенчестве, в школе, ну, как вы скажете, это экзамен, какой-то рубеж, а в жизни это все, наверное, не экзамен, а там какая-то задача, может быть, какая-то презентация и так далее. Вот это тоже экзамен, по сути говоря, когда есть время, час, день, когда тебе нужно собрать все свои знания, все свои силы в руки и сдать этот экзамен и там, не знаю, провести мероприятие или, может быть, провести удачные переговоры. Какие у вас, может быть, есть секреты? Ну, экзамены для меня все отдавались довольно-таки легко. Что касается ЕГЭ, я уверен, что образ и подобие ЕГЭ – это полностью скопировано с систем Олимпиад, те же самые тесты, там заполнение каких-либо там блоков и эссе. Поэтому в этой части практически была уже там набита рука, в этой части мы отписали эти экзамены на хорошие баллы, практически без особой подготовки. Что касается студенческих лет, вот здесь, конечно, было сложнее, поскольку здесь уже не столько тестирование, сколько личные качества самого преподавателя. Преподаватели и юристы довольно-таки сложные, у каждого свой бэкграунд, есть люди, которые возглавляли суды, есть люди, которые выносили смертные приговоры, есть люди, которые писали Конституцию Республики Татарстан, есть люди, которые были лицензиентами Конституции Российской Федерации. То есть, это те люди глобального масштаба. И понятно, что спрос от них большой, они понимают важность профессии и спрашивают совершенно на таком серьезном, довольно-таки взрослом уровне. Но при этом все преподаватели всегда любили и будут, наверное, любить, когда студенты думают. Не засчитали просто и выучили какие-то тексты, учебники, все выводят на какие-то размышления и оценивают твой ход мысли, те принципы, которым ты живешь, поскольку профессия юриста – это социальная профессия, то есть готовятся в целом людей, которые будут взаимодействовать с людьми и как-то выстраивать государство и общество. Поэтому, во-первых, участие в разного рода кружках, конференциях, безусловно, дает дополнительные баллы. То есть, симпатии никто не отменял. Все экзамены проходят, понятно, по субъективным каким-то критериям. И, во-первых, ты должен знать материальную часть вопроса. И в данном случае моя практическая деятельность, практические навыки были, конечно же, плюсом, поскольку ты иногда знал то, чего не было в учебниках, это, конечно же, интересует преподавателя, он дает дополнительные баллы, где-то помогает. Поэтому, мне кажется, все в жизни имеет значение. И конференции, и кружки, и какие-то студенческие свои мероприятия, и то, что ты работаешь, и то, что ты общаешься с людьми. Поэтому, в любом случае, экзамен – это всего лишь некий рубеж, который там для галочки. Но, мне кажется, к нему нужно готовиться масштабнее. То есть, не только в рамках заданного перечня вопросов и в рамках учебника, а более глобально, более, скажем, масштабно. В таком случае, мне кажется, практически проблем, но, по крайней мере, у нас на Европаке не было. В Европаке учиться легко, если ты понимаешь и любишь свою профессию. Евгина, вот вы отметили, что вы были таким творческим человеком, когда поступали, и поэтому пошли на пиар, когда поступали. Оправдались ли вот эти ожидания, что все время будет творчество и так далее? И как все-таки вот этот порыв такой молодежный, «Я сейчас все придумаю, будет креатив» и так далее совмещать? Ну, действительно, есть там семинары, есть коллоквиумы, есть лекции вот с этой базовой частью образования. Сложно сказать. Тут по-разному можно ответить. Пиар – это вообще не совсем про творчество. Это политтехнологии, как выяснилось вообще-то. Просто повезло, что наш кафедр предполагает, что можно выбрать направление рекламы в туризме, или политтехнологии, или медиакоммуникации и так далее. И слава богу, что там был выбор. И, по сути, такие, как я, там на четвертом или на пятом курсе выбрали вот свое направление. Это направление самых ленивых, на самом деле, было ребят в итоге. И там было творчески, да. Но мы сдавали и политанализ, и Галина Викторовна Морозова, наша завкафедра, и мы ей сдавали эти предметы. Это было очень сложно. Вообще, до сих пор, думаю, удивительно, как я все это учила и сдавала. Я точно была не лучшим студентом, который все это знает. Хотя я была относительно очень активна при нашей кафедре, ну, по своему профилю. Вот. Сказать, что там было творчество, да. Сказать, что было что-то еще, да, было разное. Мне все это нравилось. И в целом ко всему, что происходило в мое студенческое время, я отношусь, конечно, с доброй ностальгией. И сейчас я тоже студентка, получаю степень MBA. И сейчас по второму кругу идут эти тоже экзамены. Но теперь совсем меняются отношения. Тогда у меня как раз я была скорее более невротичным относилась, которые страшно боятся, до пяти утра не спят. Потом рано утром уже сторожат у кабинета, чтобы быстренько сдать. Или наоборот, сторожат. Потом до обеда сидят и последними сдают. В общем, все это делало, конечно, жутко. Сейчас я понимаю, что я это новое образование получаю ради себя, и никто уже не будет смотреть, что я с ним делаю. И я относительно спокойна на наших экзаменах там, на MBA. Тогда, конечно, все было страшно и сложно для меня. Александр Анатольевич, сегодня мы не раз уже говорили про выбор, куда поступать. А какие сейчас есть возможности у битурентов? Ограничен ли этот выбор? Куда подать документы? В какие направления? Расскажите об этом. В целом я, наверное, отвечаю всегда стандартно на наших встречах. Казанский федеральный университет – это классический вуз. И выбор направлений настолько широк, что можно выбрать область, и она обязательно будет реализовываться в рамках какого-нибудь института. А это на сегодняшний день 19 институтов. Что касается выбора, здесь коллеги часто упоминали область магистратуры, область второго высшего образования. И здесь тоже добавлю немножко, что на сегодняшний день пока у нас система двухуровневого образования. Это бакалавриат, магистратура, магистратура второй уровень высшего образования. И по моему опыту я все чаще и чаще вижу, когда есть междисциплинарность и когда есть какой-то интересный стык в выборе направлений. Все больше появляются психологи-айтишники, все больше появляются филологи-айтишники. То есть уже есть направление филологии, связанное с IT. И ребята, отучившись на направлении филологии, в дальнейшем выбирают область магистратуры по направлениям больших данных, допустим, либо машинному обучению. Есть медик-юрист, очень замечательная профессия. Есть профессия медик-инженер. То есть, вернее, это даже не профессия, это набор тех качеств, которые студент уже получает в студенчестве. Поэтому, когда ко мне приходят и спрашивают, какое же все-таки направление выбрать, я в таком случае стараюсь ответить, сначала заглянив в себя. Если человек, заглянув в себя, не сможет ответить на этот вопрос, то есть сам не может сказать, что же ему нужно, то я предлагаю выбрать что-то не очень нагруженное какими-то прикладными дисциплинами, а выбрать что-то из более общей области для того, чтобы, когда личность все-таки сформируется, а она сформируется в период обучения первого получения высшего образования, чтобы уже к магистратуре человек подошел осознанно и сделал тот шаг в ту сторону и в ту профессию, которую он в дальнейшем планирует реализовывать в своей жизни. Поэтому основной совет для абитуриентов – нужно заглянуть в себя, прислушаться к своему сердцу. Если вы не сделали это раньше и не готовились к поступлению, а вот уже сейчас до сдачи ЕГЭ, либо уже после сдачи ЕГЭ, посмотрев на те баллы, вытягиваешь ли ты ту профессию, на которую нацелился, то есть сдал ли ты достаточно хорошую математику, чтобы в дальнейшем развиваться в направлении, связанном с математикой, с моделированием, и определиться и сделать шаг в сторону ВУЗа. Ну, а, соответственно, ВУЗ предложит все условия. У нас есть практически все направления, которые можно представить из любой области, начиная от медицины, заканчивая дизайном. Сейчас немного, может быть, провокационный вопрос, да, Александр Анатольевич, может, потом не выскажет за это, но мне интересно вас узнать, ваше мнение, потому что Казанский федеральный университет – один из ведущих университетов России, и он конкурирует с ВУЗами из Москвы и Санкт-Петербурга, от этого никуда не уйдешь. Вот. И вот на ваш взгляд, стоит туда ехать, или все-таки можно состояться и можно сделать себе карьеру в Казани? Или нет, ребята, это все фикция, уезжайте. Вот ваше мнение хотелось бы. Можно я скажу, да, потому что я сейчас… Можно ли говорить, где я сейчас учусь? Да, конечно. Сейчас учусь в МГИМО и Британской высшей школе дизайна, и у меня, в принципе, были мысли о том, что, наверное, мы тут сидим в своем регионе, мы такие с периферии, и вот сейчас мы поедем и научимся. И в моем случае я окончила пиар, а по факту я теперь управленец, и этих знаний у меня нет, поэтому я их поехала получать. И я наблюдаю за тем, как там устроена система, как там все это выглядит. Плюс в студенчестве мы трижды, по-моему, ездили в МГИМО. Нам нравилось просто иметь к этому отношение, мы все равно, наша кафедра имела отношение к международным отношениям, да, и поэтому МГИМО нам было приятно, нам казалось, что это наш профиль. Так вот сейчас, когда я каждый месяц там сижу за партой, я понимаю, что наше образование ничуть не хуже, мы на уровне, на занятиях по английскому меня распределили в одной из самых старших групп, хотя все одногруппники меня и по возрасту, и по опыту гораздо старше. И я, наоборот, спокойнее себя начала чувствовать. Плюс у нас был выездной модуль вот месяц назад здесь, в Татарстане, мы ездили в Алабугу, в Иннополис и так далее. И увидев все это, увидев реакцию одногруппников и реакцию организаторов, я поняла, что Татарстан очень крутой, и что наше образование очень достойно, и нет никаких поводов комплексовать. Вот, наверное, так. Альбер, вы как считаете? Во-первых, среди наших сотрудников есть ребята, которые оканчивали московские вузы, есть ребята, которые учились в магистратуре КФУ, в бакалавриате какого-то московского университета, в основном ГЮА имени Кутафина. Во-вторых, у меня есть опыт взаимодействия с огромным количеством студентов в рамках наших мероприятий. Одно из них — это всероссийские судебные дебаты, в которых участвуют студенты разных университетов. По-моему, около 20-30 университетов каждый год съезжаются самые сильные подготовленные юристы, студенты из МГУ, из МГИМО, из МГЮА, со всех региональных вузов. И они соревнуются в теоретических знаниях, каких-то практических навыках. То есть мы моделируем судебные разбирательства. И можно сравнить, на самом деле, у студентов московских, ульяновских, курских, саратовских и наших КФУшных. Уровень, на самом деле, не определяется местом расположения университета. Это может быть и Вашингтон, это может быть и Гонконг, это может быть Казань, может быть Саратов, Ульяновск. Мне кажется, в основном все зависит от конкретных студентов и от конкретных преподавателей. Любой человек в любом месте, я уверен, может достигнуть высот, которые в нем заложены. Понятно, что преподаватель, какой-то там комьюнити учебного заведения может тебя вытянуть и поапгрядить до того уровня, что ты этот путь пройдешь быстрее, но в основном все зависит от человека. И серия не место красит человека, а человек место. И ни разу во всех этих всероссийских студентах дебаты, которых я отсуживал, ни разу не побеждали московские университеты. Это всегда были региональные. Пермский университет, Казанский федеральный университет, Саратовский университет. Поэтому, мне кажется, это немножко вот это преклонение перед московским университетами, он на самом деле не совсем справедливый в отношении университетов, тем более таких, как Казанский федеральный университет. Нужно понимать, что этому университету на следующий год будет 220 лет. Это наш университет старше многих ведущих университетов Соединенных Штатов Америки. У него огромная база, огромные традиции. Ведущие специалисты, которые входят в те же самые высшие аттестованные квалификационные комиссии, квалификационные комиссии судей Российской Федерации. То есть этот уровень признан на федеральном уровне. Поэтому, мне кажется, можно получить необходимый опыт, необходимые знания и в нашем университете, и быть востребованным на федеральном, даже на международном уровне. У нас есть специалисты, наши выпускники, которые работают в Европейском суде по правам человека, которые работают в ООН. Это все выпускники нашего университета. Поэтому не каждый вуз может себе такое позволить. Поэтому я агитирую, призываю учиться в нашем федеральном университете. Он крутой на самом деле. Вас хотелось спросить, у меня сейчас студенты на самом деле пишут, им интересно. Понятно, что сейчас в России начинается реформа высшего образования. Есть уже пилотные университеты, которые в этом году уже участвуют в этой программе. Пока все-таки в Казанском федеральном университете у нас сохраняется сложившаяся за последние годы система бакалавриат, агнистратура, аспирантура. Студенты спрашивают, а агнистратура есть смысл уйти? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Когда я учился, я окончил специалитет и сразу поступил в аспирантуру. Вы пошли в аспирантуру. Да, я кандидатскую диссертацию защитил. Нет, мне было интересно заниматься наукой. И некий принцип, если я хорошо двигаюсь, почему мне не защитить кандидатскую диссертацию. Понятно, что сейчас она на меня, скорее, репутационно работает. Я не развиваюсь. Если студент целенаправленно хочет получить диплом, он не знает, для чего он нужен. Или он понимает, что в магистратуре он получит некие знания, которые пригодятся ему по специальности, то почему бы и нет. Если есть возможность финансовую, то, понятное дело, разные случаи. Бывает универсальный совет дать не могу. Но ощущение, что магистратуру ни в коем случае идти не надо, или обязательно дать магистратуру, конечно, нет. Я вас могу обрадовать, что вы можете поступать в магистратуру за счет бюджета Российской Федерации. Правильно коллега обозначил. Он дипломированный специалист. Это выпускники до 2013 года выпуска. Которые не тот специалитет, который сейчас. То есть, выпускники и специалисты сейчас не имеют права поступать, вернее, поступать имеют право обучаться за счет бюджета Российской Федерации в направлениях магистратуры. Но вот обучаться после диплома дипломированный специалист, такое право есть. Я тоже в свое время, уже в сознательном возрасте, это право реализовал. Первое мое высшее образование, это тоже дипломированный специалист, информатик-аналитик. И второе, это государственное муниципальное управление. Вот я уже в осознанном возрасте к этому пришел. У вас есть такое право тоже сейчас. Плюс, наверное, это некий способ продлить студенческую жизнь. Хуже не будет точно. Тем более, сейчас программа магистратуры в целом в стране предлагается очень много. И ребята, которые вы сказали про студенчество вдали от дома, те ребята, которые провели студенчество вблизи, с домом, в уровне бакалавриата, могут вполне уехать в другой регион, поступив в магистратуру, в те же самые центральные регионы. Либо вот есть у меня примеры. Ребята поступали на Дальний Восток, то есть человек хотел заниматься изучением китов и океановедением, то есть вот закончив гуманитарное направление изначально. Вот такие тоже есть случаи. Александр Анатольевич, не могу не задать вопрос, как с вами связаться? Потому что, понятно, есть социальные сети, есть телефоны, но телефоны часто заняты. Понятно, мы принимаем около 14 тысяч, по-моему, студентов планируем. Как связаться-то? Ну, смотрите, в целом, вот та полноценная приемная комиссия в том виде, в котором мы ее представляем, она начнет работать с 20 июня. У нас будет работать телефон горячей линии, который бесплатный начинается, 8800. Он ежегодно у нас меняется. Это связано с внутренней процедурой. Сейчас же на сайте приемной комиссии можно увидеть абсолютно все контакты. В любой момент специалисты ответят на любой имеющийся вопрос. И вот в усиленном формате у нас сейчас работает колл-центр на работу с иностранными абитуриентами, потому что сейчас идет вот эта активная пора, серия вступительных испытаний. Если вы не дозвонились в первый раз, то это не повод обозлиться, то можно найти другой способ. Есть группы ВКонтакте, есть группы в Телеграме, есть обратная форма связи на самом сайте. Можно оставить информацию о себе, и вам обязательно перезвонят, с вами свяжутся. В том числе и позвонить второй раз. В любом случае телефон будет отвечать. Сейчас активный период по нагрузке на телефон пока не особо начался. И я не думаю, что абитуриенты, которые имеют вопрос сейчас, имеют сложности. Ну а в летний период у нас это большой колл-центр, и очередь, конечно, есть, как и в рамках любого какого-то сервиса, в том числе Сбербанк, ВТБ и так далее, тоже есть какая-то очередь по ожиданию. Но мы тоже стараемся ежегодно совершенствовать и эти процессы модернизировать, сокращать. То есть, продолжу ваш вопрос, это в рамках домашнего задания. Абитуриенту тоже люблю эту фразу. Сначала познакомиться с сайтом приемной комиссии, и на самом видном месте там расположены абсолютно все методы связи с представителем приемной комиссии на сегодняшний день. Чуть позже появится телефон, бесплатная горячая линия, это 8800. Кстати, спасибо, лайфхаки есть. Я помню, когда я поступал, я тоже что-то не мог дозвониться, то ли стеснялся, сейчас уже не помню. И, ну, взрослые люди, как-то глупый вопрос, ты думаешь. Я находил через социальную сеть ВКонтакте людей, которые сейчас учатся на направлении, куда я хочу поступить, и писал вам в личку. Привет, как дела, я вот хочу поступить. И там все равно ребята отвечали и так далее. Мне все студенчество так писали. Я еще была админом группы кафедры, и поэтому мне писали вообще все, чьи-то бабушки звонили. Вот, ну, в общем-то, можете воспользоваться, потому что у всех институтов есть группы ВКонтакте, а зачастую у многих кафедр есть, на самом деле, такие группы, куда можно писать. И там, конечно, поток людей намного меньше, соответственно, и шанс то, что до тебя дойдет специалист намного быстрее. Просто вы сэкономите время. Ну, и я немножко добавлю еще к вашим словам. На самом деле глупых вопросов не существует, потому что, ну, для нас это уже какие-то базовые устоявшиеся процессы, и где-то мы уже относимся к ним не так горячо и рьяно, как абитуриенты этого года. Для них это важнейшее событие в жизни, волнительнейшее событие в жизни, переживательнейшее событие. Поэтому лучше задать вопрос, чем его не задать. Глупых вопросов не существует. Как только у вас возникает какой-либо вопрос, на который вы не смогли самостоятельно найти ответ, либо в правилах приема, либо где-то на сайтах, либо уже исчерпали какие-то ресурсы в тех же группах ВКонтакте, обязательно нужно позвонить, обязательно нужно его задать, обязательно нужно написать в официальную группу, либо в группу института, в рамках которого вы планируете поступление, либо, если вам удобно живое общение, то всегда можно прийти по адресу Кремлевская, 35, второй корпус, это кабинет номер 114-115, вас всегда примут, вам всегда объяснят, где можно будет задать, как я уже говорил, неоднократно сказал, любой вопрос. Глупых вопросов не бывает. Спасибо. Ну и в завершение, уважаемые гости, хотелось бы от вас услышать, может банально от меня прозвучит, но я думаю, что совсем не банальные ответы будут у вас. Советы абитуриентам, людям, которые вот сейчас собираются поступать, получать высшее образование. Ваши советы, исходя из вашего опыта, Булат, давайте с вас начнем. Ну, наверное, оставаться верными себе и между интересом и какими-то корыстными соображениями выбирать интерес. Спасибо. Очень коротко, но емко. Это, как говорил один из моих продюсеров, словам тесно, мыслим просторно. Айнур, ваш совет. Мне кажется, нужно помнить, что работа – это самая продолжительная часть нашей жизни. То есть мы до работы, сколько, 18 лет, а потом пенсия после шести пяти. Вот основной отрезок времени, самый важный, самый главный, наверное, мы проводим на работе. И поэтому нужно к этому вопросу подойти осознанно. Я видел даже среди своих однокурсников, одногруппников людей, которые попали на факультет в университет случайно, который там сказал «мама», пошел друг, он с ним пошел. Мне кажется, это вообще бессмысленная трата времени, вы занимаетесь в чужое место. Нужно понимать то, что это одно из самых важных решений в вашей жизни. Что вы умеете, что вы хотите. Выбирайте профессию, которую вы будете любить. Не нужно себя насиловать, заниматься нужно любимым делом, и тогда вы не будете уставать, и тогда вы будете радоваться жизни, и тогда вы будете достигать успехов. Поэтому смотрите в себя, изучайте себя, что вы можете, в чем ваш талант. Если нет талантов, развивайте. Поэтому нужно к этому вопросу подойти максимально осознанно. Это один из самых главных и важных выборов в жизни. Егина? Примерно та же мысль, которую я хотела сказать. Не слушать ни родителей, это не им потом эту жизнь жить, ни друзей. Потому что у вас есть свои интересы, свои знания, свои желания. И прислушаться к себе, и, наверное, постараться так сильно не переживать. Потому что всегда есть план Б, всегда можно еще через год поступить. Знать, ну, то есть не относиться к этому так, потому что, ну, есть в целом жизнь. Она очень важна, и можно будет попробовать еще, если что-то не так. Главное, не испереживаться слишком сильно. Не знаю, как сейчас, наши годы ЕГЭ сводила с ума, и я бы не хотела, чтобы так было у нынешних абитуриентов. Но самое главное – определиться с собой своими желаниями. Большое спасибо, Александр Анатольевич. Я думаю, уверен, что у вас есть какой-то совет. Да, совет простой. Это вот коллеги уже неоднократно сегодня его озвучивали. Это главное – подходить ко всем вопросам спокойно. Это касается и экзаменов ЕГЭ. Потому что все знания, которые вы могли получить, вы их получили на этапе обучения в самой школе. В вас заложили эти знания ваши преподаватели. И какая-то экстренная суперподготовка, и какая-то экстренная тренировка на каких-то отдельных вариантах, она в целом, наверное, где-то даже повредит, чем в дальнейшем поможет. В выборе направлений стоит прислушаться к себе. Это самый основной совет, потому что в дальнейшем это ваши 4 года жизни. И то, как вы их проведете, вы решаете именно сейчас. Потому что в любом случае, вступив даже в рамках бакалавриата, вы должны будете доучиться. То есть, если вы поступили, то в любом случае дело нужно будет окончить. Есть, конечно, исключения, но это все же исключения. Когда все говорят, что кто-то недоучился, был двоечником и так далее, и сейчас успешный человек, это все-таки, я считаю, что исключение из правил, это не тенденция. В дальнейшем, если вы вдруг оступились и сделали неверный выбор, у вас будет возможность сделать правильный выбор, еще один правильный выбор в области магистратуры. Поэтому отнестись к этому вопросу тоже со спокойствием. Потому что все чаще мы наблюдаем, что поступают все же родители, а не абитуриенты. Родители контролируют подачу документов, родители контролируют выбор направлений, родители приходят в приемную комиссию вместе со своим ребенком. Понятно, что все переживают, хотят для своих детей лучшее. Но первое, это, как правильно здесь коллеги говорят, это заглянуть в себя. И абитуриенты, которые поступают еще не в этом году, а которые планируют поступление, которые сейчас обучаются еще в более младших классах, им, наверное, присмотреться сейчас к ВУЗу, посмотреть на те мероприятия, которые предлагает ВУЗ. А ВУЗ предлагает огромное количество мероприятий, начиная от дня открытых дверей, заканчивая вступлением в олимпиадное движение, прохождение малых университетов, профильных смен, вообще прямая работа с кафедрами и с какими-то проектами. А для абитуриентов текущего года моя любимая фраза – это подойти к поступлению с горячим сердцем и холодной головой, ну или наоборот, кому как удобно. Вот это самое важное. Большое вам спасибо, большое спасибо коллегам, нашим выпускникам, которые сегодня нашли время и пришли к нам, рассказали о своем студенчестве и о своем когда-то, наверное, одним из самых главных выборов в жизни. Всего доброго, до встречи совсем скоро уже в других эфирах КФУ Лайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова